так друзья всем привет давно у нас не выходил никаких путевых серий сегодня будет на 1 наверное из более-менее адекватных приора разобрана ну вот и все миссия закончена наклейку пока сделать не будешь этом сезоне она больше ездить не будет уже не знаю что непонятно что будет сезоном но она останется просто как обычный гражданский жоповоз нами уже куплен новый проект и так встречайте так мы на самом деле нихрена не шарим в полном приводе все равно при этом будем что-то делать сами не знаем что мы хотим но мы все равно будем что-то с ним делать самая основная наша задача это чтобы он не сгнил пока мы будем этим всем заниматься история как вообще мы к этому пришли изначально хотели купить луаз у меня был опыт общения если это можно назвать так с этим автомобилем ну потом посмотрели зашли по сайтам у него ценник ну прям вообще неадекватный за полтинник ну как бы адекватного маловероятно то что что-то найдется решили идти дальше чуть дороже но чуть лучше до начали рассматривать ниву потом приезжаем к одному из наших знакомых и он нас очень тщательно начал отговаривать от него то что него это дно него это беда ну в общем то есть два вида людей которые любят уазики и любят не вы так же как те любят одни любят mercedes другие бмв кто-то любит android кто-то любит iphone кто-то любит прайд а кто-то любит альфанд тут получается на следующее утро ватсап просыпаюсь у меня пришло сообщение открываю и вижу вот это поехали посмотрим ну поехали садимся приезжаем и первое наше знакомство с уазиком началось прям очень весело прошло но вот таким образом и так всем привет где мы сейчас находимся что происходит проект новый еще где тормоза я попробую ручника тормозить вот это мощь где тут 3 нету никого тормоза для слабаков а ручник попробуй все поджди найду нейтралку ну ручник ручник вышел из чата так ладно мне кажется мопед заглох так главное зарядка есть давление не горит не показывает температура где-то там пак тоже где-то есть так же монстр так так и Он говорит, сам остановится. Потом. Давай тогда вот так тормози. Всё, стоять. Так, есть. Как тебе эмоции? Не, ну если бы тормоза были, было бы лучше. А так, конечно, штука. Ещё не открывается. Пивал сюда накидывать. Я в холодильник с меня сделаю. О, там как раз, если что, об плиту остановимся. Да, можно не бояться на нём. Он нормально едет, знаешь? Нормально вроде. Вообще вещь. Кондиционер включу. По сильнее его, наверное. Кондюк. Ну, в общем-то, проект, если это, конечно, можно назвать проектом. Будет строиться при минимуме вложений. Вот. У него не работали поворотники, по электрике. Там что-то не работало. Там тормозов не было, как вы уже поняли. До сих пор ещё нет первой передачи. Потом, может быть, сделаем. Но это не факт. Если найдём где-нибудь на мусорке, там, не знаю, на металлоприёмке. Потому что покупать новую, скорее всего, сюда ничего не будет. Так, своими руками, там, подручными средствами, молотком. И есть ещё очень важный термин, который мы уже изобрели и достаточно удачно применяем. Это можно что-нибудь присрать. Для того, чтобы что-нибудь присрать, нужно... Что тебе нужно присрать, соответственно? Сварка и электроды. А почему присрать? Да потому что мы варить не умеем. Да. Вот. Поэтому и присрать. У нас это очень хорошо получается. То есть, мы уже... Я чуть позже расскажу, что мы уже присрали, да? Некоторые элементы, может быть, вы скажете, то, что, ну, что, неадекватные, такие вещи нельзя варить. Но ничего страшного, всё благополучно прошло и всё удачно до сих пор работает. Чего начали? То есть, мы когда купили, у машины не было половины глушака. Там где-то с выхлопа выходил, ну, с мотора, со штанов, ну, ещё какой-то там. Может, метр было. Ну, что делать? Приварили там какой-то кусок, который валялся дома. Ну, и тут не хватало куска сантиметров 50-70. Ну, мы как-то на Новый год взрывали петарды. Кидали в трубу в квадратную, в профиль. Что, опять же, тупо валялся дома. Его раскрыло. Бомбочка в трубе, блядь. Ну, его тебе да биз... Такой, в круглоподобной форме. Ну, ничего страшного. Присрали. Пусть он квадратный, пусть не так, как у всех, но ничего страшного. Зато же бесплатно. А у Серёги дома валялся кусок 51-ой трубы для каких-то там кухонных моментов. Где-то она там в кухне применяется. Но он его привёз. Надо куда-то его прилепить, причепить, да? Куда правильно выйдет отличный шноркель. Ну, в общем, мы решили приколхозить шноркель. Взяли кусок трубы. Красиво. Дырка была в подарок у нас тут. Когда покупали. Была скотчем заклеена. Будет максимальная негативка. Прочная, спешная, нужно. Ветхый лонарь будет. Проект Бомж, поэтому более дорогих материалов использовать тут нельзя. Качественная закрутка. Также мы переприсрали заднее сиденье, потому что там было неправильно, присрато было неудобно. Колодка задняя, тормозов не было, цилиндрик вываливался, потому что колодка там не доставала. Присрали на колодку, к сожалению, видоса нет. Но разбирать из-за этого тоже желания нет. Но ничего страшного, колодки мы тоже присираем. Присрать можно все в этом автомобиле. В любой непонятной ситуации бери сварку и присирай. Ну и, в общем-то, у нас уже прошли первые покатушки. Что у нас получилось? Все в лучших традициях жанра. Мы сначала застряли. Нормально, нормально, давай! Ты ему там майку и куда? У тебя ровно, ровно, давай, давай. Вот так и иди, давай. Давай, давай, не скажи, там тоже страшно. Давай, чуть-чуть левее, видишь, ветка. Чуть-чуть туда-туда. Разнатку выбило, наверное. Давай, давай, пошел. Та, поднимется. Газку побольше и пошел. Ах, хорошо. Я стою, стою. Руль надо было в другую, а то опасно. Не, уже теперь нет. Теперь надо... Смотри, что мы сделаем. Сейчас давай, разнатку, сука. Выкручивай руль и назад. Разнатка, да, прям хрусть слышно было, вылетелось. Ах, перец ушел. Стой, стой! Здесь право, тело. Мы приехали. Нишьтяк! Дол-дол-ушел. Ушел. Перед не мой... Все, приехали? Ушел! Все, динамик обновили. И потом непосредственно уже в самый последний момент перед выездом у меня выбивает руль из рук я думал то что это нормально у него так как это первый выезд был еще не понимал как он себя ведет оказывается нет Стой. Назад. Что то попало. Чуть чуть назад дай и выйдет. Включил передок. Твоя руль это была туда жопкая потом почти ровная выйдет. Стой стой стой. Да. В другую выравнивайся можно сказать. Ой 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 ветка. О поломалась. Все давай теперь вперед выкручивай. У нас развалился шрус если это можно этим вот эту хрень так назвать шрусом. Он развалился там закусило короче у нас начало заклинивать переднее левое колесо. Ну вот первая покатушка удалась. Что то по моему не так получилось. Попробуй вперед. Кручивается. Кручивается. Просто прямо. Кручивается. Кручивается. Закрытие. Давай, попробуй. О, хрустнуло, пробуй назад. О, заработало. Нет, все, опять заклинило. Все, мы тогда поехали. Так, продолжаем ехать. Руль держать надо очень аккуратно. У нас экстренная ситуация. Бывает, выпрыгивает из рук так, что не удержишь. Из-за того, что колесо подклинивает. Сейчас приедем домой, будем порт настраивать. Ну вот, в принципе, первые покатушки удались. Все хорошо. Застряли. Сломались. Все как и должно было быть. Все ок. Ну, в общем-то, мы разобрали. Увидели то, что там тупо выжало кусок этого самого шруса. И подшипники начали приклинивать. Пока что он стоит и у него ничего не отхлебнуло. Мы поедем покатаемся. Надо говорить так? Не х е Champ? Сейчас я не лет faים почему это мы засыпали. Вот так. Я зап 나오는 металл earningurg. Продолжение следует... 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 Ну, на этом мы заканчиваем этот видос. Всем спасибо, пока!